всем привет друзья вы на канале пир есть сегодня приготовим похмельный суп да это будет очень быстро пир есть можно вкусный похмельный суп поесть сегодня вот такие вот ингредиенты готовим похмельный суп как обычно граммы литры миллилитры будут ссылочки в описании приступая друзья первым делом возьмем копченые свиные ребра соответственно для того чтобы приготовить достаточно быстрый и очень вкусный суп нам понадобится любая копченость у меня ребрышки вот для более наваристости я взял куриную ножку вместе с окорочком вот отправляем это все в нашу кастрюлю копченость даст неповторимый копченый аромат нашему бульону она у нас и так варено копченая то есть она готовая к употреблению поэтому достанем ее немного раньше а также мне понадобится еще один окорочок тут меня оператор попросил сварить так сказать воспользоваться моим бульончиком тем временем займемся луком лук нам понадобится на поджарку нарезаем его произвольно так как вам нравится мне нравится вот так поэтому я нарезаю аналогично поступаю со второй частью возьмем чесночок у меня сегодня молодой нарезаем абсолютно точно также произвольно вот так вот а также будем использовать немного остренького перца у меня учили он придаст неповторимый вкус и легкую остреньку нашему супу далее разогреваем сковороду на сковороду немного масла растительного отправляем наши овощи чесночок и острый перец и немного запассируем и калернем нагрев немного уменьшим и добавим томатную пасту друзья чтобы томатная паста не портилась если вы начали пользоваться я всегда добавляю подсолнечное масло она недорогое ну до поры до времени сейчас она сильно подорожала но не суть важно самое главное плесень не образуется томатная паста не окисляется все ништяк томатную пасту размешаем и дадим ей хорошо протушиться чтобы вышла вся кислота вся насыщенность чтобы всем едокам было вкусно и не было изжоги а это очень важно когда вы делаете в похмельный суп что вкуснее можно немного даже бульончик а добавить вот так вот шикарно друзья на следующем этапе нам понадобится капуста квашеная ее можно ножом разрезать можно ножницами удобнее прям в посуде в которой она была чтобы было удобно кушать чтобы всем нравилось самое главное чтобы нравилось вам чтобы вам было вкусно удобно полезно и старайтесь выпивать как можно реже до такого состояния что вам потребуется суп варите суп такой просто так добавляем капусту прям соком с рассолом нее необходимо протушить слегка абсолютно друзья уже классно бульончик бурлит аромат копчености готовится там у нас еще курочка можете использовать любое другое мясо которое вам нравится вот такая неприхотливая поджарочка у нас получилось друзья воду щедро солим сейчас будем варить яйца это достаточно секретный рецепт приготовление яиц для супа рамен мы позаимствуем способ приготовления из этого блюда яйца мы кладем уже в закипевшую воду то есть не в холодную соль нужно для того чтобы скорлупу сохранить в девственном состоянии яйцо плавно опускаем и стараемся чтобы одно яйцо другого не касалось главный смысл чтобы она не треснула вот так вот аккуратненько чтобы они друг друга не касались такое яйцо варится ровно пять минут вот все шикарно вот и яйца сварились немного не идеально но ничего страшного скорлупа немного треснула в целом белок сохранил свою структуру далее сливаем воду и заливаем холодной друзья ребра у нас и так готовы поэтому предлагаю их немного вытащить и сейчас они немного остынут и покажу что мы с ними будем делать а тем временем наша курочка дает обалденный бульончик вот это здорово еще минут десять и бульон будет готов будем также остужать курочку и доставать ее друзья прошло 10 минут и мы достаем курочку вот такая вот аппетитная сейчас ждем пока она остынет и разберем ее ребрышки наши остыли нарезаем их у вас с косточкой тут уже можно руками вот так вот все супер мяско можно срезать отсюда тут вот мяско можно подсрезать отсюда вот так вот вот таким вот образом в общем действуйте аналогично мясо мы добавим в супчик а вот такую косточку оставим для сервировки то же самое делаем с курочкой разделываем ее на кусочки в общем вы сами справитесь друзья мясо я подготовил для нашего супа здесь у нас свининка копченая а также курочка вот такие вот ребрышки далее увидите что с ними будет теперь увеличиваем увеличиваем нагрев отправляем нашу зажарку бульон бульон такие ароматы посмотрим какие будут вкусы друзья суп проверены я уже пробовал получается просто бомбезно бульончик колернулся просто кайф уже туда же отправляем миску какое она у нас нежная аппетитная друзья напоминаю мы ни разу еще не солили настало время посолить и добавить немного перчика добавим соли у меня морская добавляйте по вкусу как вам нравится я еще немного добавлю добавим свежемолотого перчика не все любят бомбочки а бомбочки они вот такие вот это так называемый детский сюрприз чтобы их не было добавляем свежемолотый перец отлично теперь можно уже и попробовать друзья я вас уже этому учил пробуем не там где у нас жир плавает там у нас будет всегда не соленая а там где у нас бурлит кипит размешаем перемешаем в общем солим по вкусу если не до соленая добавляем немного соли вот мне не соленая добавлю кому не хватает кислинки можете добавить немного лимона еще друзья самое время добавить лапшу у меня есть твердых сортов она будет готовиться порядка семи минут первое время помешиваем ну все то же самое как с макаронами чтобы они у нас прихватились не прилипли чтобы было очень вкусно друзья почистим яйца чистим их очень очень аккуратно я делаем с остальными аналогично чистим их берем лучок такой вот для украшения возьмем вот такой вот кусочек побег так сказать остальное накрошим вот так вот красиво по диагонали крупненько друзья добавляйте сколько вам надо смотря в зависимости сколько у вас порций у нас будет 4 соответственно кто любит с луком кто не любит тут уже на усмотрение самих потребителей едоков вот он наш красавчик супец какой о лапшичка супер лапшички давайте миска где у нас миска или у нас одна лапшичка шучу сейчас мясо мясо тоже есть ну конечно же самое главное в похмельном супе это бульон его должно быть просто достаточно вот так вот идеально мясо сверху добавим еще немного декора а на декор у нас пойдут ребрышки вот такие вот красивые но у нас немного они просто я не знаю как сказать немного средневековые да можно конечно же отрубить наши ребрышка но она у нас вот такой вот просто свинья была большая достаточно ничего страшного сюда зеленушку ну и самый главный гость нашего блюда это вот такое вот яйцо оно конечно должно быть с текущим желтком но желток пока стоял отдыхал застыл друзья ничего страшного можно добавить вот немного сюда зелени и будет просто кайф вот такой вот средневековый суп которым спасались неандертальцы от похмелья на мотив рамена с лапшой и с яичком сейчас будем пробовать не отключайтесь ну что попробуем давайте сначала бульончик нам это необходимо бульон вообще классный чувствуется копченость и его аромате и вкусе а также чувствуется что здесь есть курочка мясо давайте попробуем мясо как она у нас класс друзья очень вкусно советую вам обязательно приготовить это блюдо она реально достойно требует обязательного приготовления попробуйте ну и самое главное не доводите свой организм до такого состояния что вам требуется выпить еще пейте в меру друзья пир есть можно вкусно похмельный суп поесть пойду доем супчик и не буду опохмеляться всем пока 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 бомба пах пух пах и Субтитры создавал DimaTorzok